как устроена вселенная что она из себя представляет это сотовая структура сотовая структура в каждом узле вот этих сот находится вселенная то есть можно назвать макро вселенной это миллионы вселенных которые связаны между собой определенную структуру сотовые связи вот не сотовых телефонов а я говорю соты это точная копия шестиграника которые пчелы собирают самая энергия такая будем так говорить ну менее затратная структура уже восьмигранник он более больше энергии требует и очень трудно с восьмиграника составить единую сеть а в шестигранник легко складывается сейчас мы как раз этим я буду рисовать сейчас немножко расскажу буду рисовать вот о волхвах многие люди считают что волхвы это какие-то там особые выученные там люди специально так сказать они занимаются сохранением знания определенного дела в другом выучить если генетика слабая ты его хоть сколько учи это бесполезно ты ничему человека не научишь ему просто это не надо многие ведь говорят а зачем мне это знание нас и так хорошо кормят небо пожрать либо детей своих поднять накормить и и так красиво звучит так и люди не понимают что уровень вот их сознание это уровень даже говорят овощ нет это не овощ а от овощи польза какая-то там огурец можно порезать еще куда-то там а здесь нет пользы здесь здесь чистое потребление вот чистое потребление вот сейчас нас под рынок и под подогнали то есть сделали потребителей чтобы потребляли потребляли они о чем не думали так вот клан волхвов или клан жрецов или клан хранителей это те которые сохранили упорно сохраняли звездную высшую ведийскую генетику масштабного плана я вчера говорил про масштаб где где в сознании человека не только его земля его страна его раса но вся планета и плюс ко всему все звезды вокруг и и и дальше и дальше и возможно вся вселенная вот вот такого уровня настоящие волхвы это люди которые несли знания вселенной и они прежде всего давали знания не мистического плана они давали психологического плана и психофизического плана но чтобы до людей дошло что-то они всегда давали эти знания в образах так вот такие волхвы это хранители мощной генетики мощнейший той генетики и знания вот древнего знания высшего и они учителя они давали знания всем остальным то есть если ты хочешь если ты готов как ученик получите знания получи и стань счастливым то есть что такое счастье это осознание свободы настоящий жизнь без всяких страхов без ничего то есть ты живешь энергия страха энергия денег энергии денег это отдельная тема серьезная тема вот ты стоишь над страхом над золотом над деньгами над всеми богатствами материального плана они тебе вообще не интересны ты понимаешь что ты сливший слился с творцом теперь для тебя все доступно ты сам творец о чем речь какие какие могут быть материальные какие-то награды или что-то для зачем они потому что любое твое желание моментально исполняется потому что ты созидаешь и никуда не тратишь ты не потребляешь начни потреблять все отрыв от творца и сам в себе начинаешь вариться и начинаешь биться головой об стену и где бы найти либо золото либо деньги либо рабов либо еще чего-то и вся твоя жизнь к черту и потом наступает момент очень быстрый скорой смерти посмотрите четыре точки четыре точки да здесь . здесь . 1 2 3 1 2 3 вот это и соединяем их до соединяем что мы получаем улучшаем а теперь смотрите здесь мы так то же самое выстраиваем то же самое выстраиваем и здесь вот то же самое здесь мы быстро мне больше трех не буду тут чтобы время тратить вот и в эти вот узлы эти узлы это что вселенная понимаете вот здесь та вторая третья четвертая пятая шестая седьмая и пошли это узлы что а структура макромира здесь что получается какая-то вселенная какая-то вселенная начинает что иссякать уходить она медленно медленно заменяется другими происходит ее сбегание сбегание вселенной вот а с другой стороны приход что сила силовых полей новых рожденных вселенных и все они все они они связаны это бесконечная такая вот такая ткань это макромира бесконечность никто не знает что там может быть там есть тоже какой-то конец но проекта наши волхвы не знали да это и не надо знать ведь лишние знания тоже не нужны возможно где то есть еще и конец макромира и в микромире точно так же выстраивается такая же точно его структура структура сотовая и в каждом в каждом вот узле если в макромире это целая вселенная то в микромире это стоячая волна храй которая хранит информацию о прошлой вселенной а Продолжение следует...